Итак, у Ирана появилась реальная возможность вновь выйти на мировой рынок в качестве одного из крупнейших поставщиков энергоресурсов. Европейские компании-гиганты уже готовятся начать переговоры с иранскими властями. Несмотря на опасения, что после выброса иранской нефти на мировой рынок цены на черное золото значительно упадут, эксперты сходятся во мнении, что появление нового игрока пойдет только на пользу мировой экономики. Иран сможет вновь стать полноправным поставщиком нефти, как только будут отменены санкции на экспорт энергоресурсов. Аналитики полагают, что в течение года это приведет к увеличению поставок сырья из страны на 60%. Пока детали соглашения по этому вопросу не разглашаются. Перспектива возвращения одной из крупнейших экономик последних десятилетий на мировую арену заставила некоторых участников рынка нетерпеливо потирать руки. Иран должен выбросить свою нефть на рынок, а это значит, что цены упадут еще ниже. Так что инфляция нам не грозит. У нас больше денег на расходы. И федеральной резервной системе, возможно, не придется повышать ставки. Это означает высокую ликвидность и дешевые ресурсы. Мировая экономика от этого только выиграет. Эксперты не исключают падение стоимости нефти ниже отметки 50 долларов за баррель, если ведущие производители, включая Саудовскую Аравию, не снизят добычу. А ослабление санкций в отношении Ирана принесет местным и международным компаниям десятки многомиллиардных контрактов, обещают аналитики. Сейчас в Иране уже превалирует импорт бензина. Это несмотря на то, что страна сама по себе нефтедобывающая. Все-таки нефтяной бизнес – это не только добыча. Ирану нужна серьезная модернизация как в технологиях бурения, так и в очистке нефти. Если они хотят выходить на мировой рынок, им придется построить нефтеперерабатывающие заводы, а это может стать клондайком для американских и других международных компаний, которые смогут на этом неплохо заработать. Грядущее падение цен на черное золото после подписания иранского ядерного соглашения на руку Индии. Как только санкции будут отменены, индийские власти намерены вложить капитал в нефтяные запасы Ирана. Даже при том, что естественная нефтяная промышленность сможет столкнуться с некоторыми трудностями, после того, как Иран выйдет на мировой рынок, Индия будет одним из тех государств, кто только выиграет от этого. Оно и понятно. Выброс иранского сырья на рынок даст возможность импортерам наслаждаться низкими ценами и за счет этого наращивать свой ВВП и объем производства. А уже в среднесрочной перспективе этот же самый рост производства, например, у таких крупных игроков, как Китай и Германия, приведет к повышению стоимости самой нефти.